Девочка-пай 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 Хотя времена, конечно, были суровые. С тех пор мы больше никогда не видели того богатства. Может быть, что-то еще, кстати, потом добавится? Уж поэтому и зеленым не горит. Наверное. Узнать про остров? А мы это спрашиваем. Так, что ты знаешь про склад Хокинса? Ну, в твоем месте я бы туда не лез. Почему? Во-первых, ходят слухи. Томошние матросы говорят, что по ночам со склада доносятся какие-то звуки. Крики, что-то такое. Крики. Не забывай про судьбу его владельца и про все эти разговоры. Но больше я ничего не скажу. Почему? Что-то еще? Что-то еще? А если выпивку заказать? Давай закажем. В одном тонизирующем средстве. Было у меня это средство, пока ты не пришел в мой бар подраться. Смесь ли? Да ладно. Из этой ерунды? Пить виски здесь – это привилегия. Я предоставляю это привилегии только тем. Что-то еще? Блин. Не дают мне виски. Ну ладно. Так, блин. Ладно, давайте осматриваться. Кошмар. Я слышу разные слова. Слышу шепот. Обладает собственным сознанием, пока не найдет нового читателя. Ага. Так, что-то еще? Психиатрическая больница, а потом он сказал, вы имеете право... А это кто это? А что, зучки нет? Блин, ну ладно. Чудесный улов. Очевидно, самое значительное событие за последние 80 лет. Мы почти оставили надежду. Команда сцилы или то, что из нее осталось, вернулось в порт во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразное, которое уже прозвали чудесным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Оно было больше любого зубастого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей и положит конец голоду терзающий остров. Сдается склад. С июня мастер Маркс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех, мастерской или хранилище. Вы можете связаться с ним через любую газету или найдите его в доках. Праздник в ките на мели. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал кита на мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями. Попробуйте чудесный улов. Каждый получит подарок по бутылке ворвань. Не спешите. Домануха. Что тут еще есть? А, улика, кстати, улика. О, песня поет. Ой, сегодня можно поговорить. Это прям как настоящая сирена. Мы прям как настоящие. Мы не профессионалы, зато поем с душой. Это правда. Точно, как в те дни, когда мы отплывали и охотились на китов. О. Забавно. Что положил конец? Киты, само собой. Они все куда-то исчезли. Вы всех перебили? Можно сказать, это так и становилось меньше и меньше, пока мы не выловили последнего самого большого, которого и назвали чудесным уловом. Точно. Что за песня? Я никогда раньше не слышал этой песни. Я знаю только местных жителей. Мне рассказывают историю о чудесном улова. Расскажите-ка мне. Я видел газетную вывеску. Вы же в нее верите? Видите языком, молодой человек. Этот улов спас весь наш остров. А где доказательства? Мы доказательства. Ага, от голода бы помер. Поняла. Это правда, все было в точности так, как написано в заметке. Наши деды и бабки ели его мясо. И оно было вкусным. А, это было так давно, да? Я слышал, что семья Хокинсов владела складом Гудтоков. Это старая семья. Это я и так знаю. Чудесный улов сделал их куда богаче. Не стоит так говорить о мертвых. А мы ничего плохого и не говорим. Просто Дэнин Хокинс хотел в состояние. Полотил в состояние. Вот видишь, говоришь гадости. Это доказательство того, что чудесный улов испрямил. Хорошо. Прощайте, девчонки, алюмина. Доброй ночи, чужак. Пока. Спасибо за информацию. Есть еще кто? Что за женщина? Ты что, не видишь, мы разговариваем? Блин. Черт, я прервала разговор. Я не могу теперь, да? Черт. Гадина не хочет болтать. Ну-ка. Закрыто. Пустите меня, пожалуйста. Так, пойдемте, попробуем пробраться на склад. Как-то больше что делать нечего. Че, че, че? Ценник? Чарльз Хоукинс был по уши в долгах. Он был по уши в долгах. Хоукинс. Ага. Так, окей. Эти ушли туда. Вон там склад. Там какой-то мужик стоит, кстати. Кто-то про больничку все расскажет. Ну-ка, ты. Ну, хочешь, да? Может, что-то еще есть? Можно... Зажигалку. Нифига не видно. Вы же видели, что случилось с теми американцами. Не стоит здесь ошиваться, если не хотите неприятностей. Бутлеркеры. Этот клад, кажется, заброшен. Почему он так тебя интересует? Думаю, это вопрос территории, но я не спрашиваю. Хотите узнать больше? Поговорите с капитаном. Спасибо. Я видел, какие записки я рассылал от их начальницы. Вы ее не боитесь? Конечно, боюсь. Это женщина все боятся. Но мелкие сошки вроде меня не интересуют. А вы будете совать у нас... Вы ее делали? А, это та деваха, которая сидела, да? И непременно с ней познакомитесь. Может, это... Чокнутая, которая нас прогнала. А как упрать, блин? А, Y. Во! Тут что-нибудь есть? Такая старенькая машинка. Наук поиска позволяет вам искать скрытые предметы в небольшом расстоянии. Когда вы найдете все предметы, значок отобразится. А как он просто отображается? Есть какой-то проход. Не, окей, как туда попасть? Я не против. Как сломать? А, блин, это лестница. Подождите, пока с лестницы. Рычаг активирует какой-то механизм. Ну-ка. Рычаг. Это от старой лебедки. Ага. О, что-то еще есть. Храповик. Эта деталь позволяет поднимать и удерживать на высоте тяжелые грузы, не подвергая себя опасности. Хорошо. Что-то еще есть. Звоночник, Кита? Каменелость? Фига себе. Это все? Может, что-то еще есть? Так. Вот. Это нельзя? Нет? Открыть? Никак, да? Судя по всему, я могу использовать и старую лебедку, чтобы поднять решетку. Установить рукоятку. Установить эту штучку. Что-то еще найти мне надо, да? Что-то я не нашла. А, если темные места, я не могу активировать что-то такое. Ага. Сейчас зажигалкой пройдемся. Ага. Что-то упустило где-то что-то. Здесь был позвоночник. Зажигалкой пройдет. А че это? Ничего не активируется. О, нашла. Это зубчатое колесо, часть какого-то механизма. Значит, мы все нашли, да? Все, да. Улики. Повернуть рукоятку. Похоже, все на месте. Теперь нужно лишь повернуть эту рукоятку. Давай, крути. Там такое все зеленое. Как будто там дым какой-то. Игра сохранена. Спасибо. Ну че, пойдемте? Мы куда-то спускаемся. Че все такое зеленое? О, я сейчас тут задохнусь. Класс. И далеко я уплываю, интересно? Блин, подождите. Че со мной? Тебе я надушалась, что ли? О, медицина. Поднимается из этого масла. Надеюсь, он не ядовитый. Ну, я уже даже не знаю. Мне кажется, мы тут надышались. Так, тупик. Ну, судя по всему, выход у меня один. Ладно, пойдемте. Медицину нашли хотя бы. Какое место стрёмное. Пугает. Ух ты! Это было задумано? Жесть какая. Лея, можно выбраться, пожалуйста? Приз получили. По-моему, у меня глюки очередные. Это было неожиданно. Сразу со второй серии вы меня начнете пугать, да? Бегово. Можно фонарь какой-нибудь? Опа. Акультизм. Как примитивно. Все? Мы сейчас на склад. Куда мы пройдем-то? О, смотрите. Мы, 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 мы. Хрен узнать, где мы. С какой-то другой стороны. Наверное, на склад попадем, да? Да, мы, короче, стоим с другой стороны. Внутри оказались. Ладно. Опа. Тут воняет. Так, получено очко навыков. Как это место связано? Давайте осматриваться. Ну-ка. Здесь ничего. Ну, пойдемте. Жмите, удерживайте L1 и R2, чтобы войти на место происшествия. О. И че это? Обыщите склад. Психология. Фотография вчера Сары Хоукинс. Че, спал, что ли? Фонарик. Окультизм. Картина. Сара Хоукинс. Стремная картинка. Так, чтобы покинуть это место. Ого. А это так работает. Поняла. Смелсис. 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 Стремная картинка. Бия. Подождите. Мне кажется, я что-то раньше сделала, чем должна была. Не? Я что-то не нашла. ой как плохо я поспешила мне кажется я что ты не все смотрела же вот это смотрела и там смотрел и все ладно тут кто-то повеселился и кем бы ни было может кто-то рассказать мне о деле хокинсов о здрасте и ты стоять снова вы я хочу вас держаться подальше от этого склада да чё уже угрожать дело далеко от закрытий хокинс интересует кое-что еще давайте объединим силы так давайте объединим силы попробуем приложить правда хокинс интересует кое-что еще в смысле какой-то странный вопрос а чтобы проверить психологии ну-ка узнали погибших мне жаль что пришлось ископать дурни в спине я до сих пор вижу обменное тело несчастного ребенка на полу нам пришлось одирать его от пола следы наверняка еще остались в памяти точно это ужасно мне понадобится весь ваш опыт чтобы восстановить справедливость констабель как сюда попала эта картина какой странный портрет погодите-ка я знаю вам причина хоккей из мальчимами картина была в особняке когда мы прибыли с места преступления интересно значит вы подтверждаете что она была я хочу посмотреть особняк само собой вы хотите пойти по этому следу я хочу понять как картина оказалась здесь артист пейнер пейтехи и кама идемте на автомобиль стоит дальше чуть по дороге пойдемте опять она ой это деваха вредная деваха освободи проход или я посажу кэт а кстати это так кэт которая угрожала да наконец-то обзавелись ах ты да ладно улыбнись вы же хотите чтобы я выдавал улыбку агент ладно я все равно не можем наконец пойти в сахаре но кто такой черт поделись что ты делаешь на территории тебе какая мама саяния я буду за тобой присматривать мы встретимся снова из этого с это сам не далеко логгая оглянитесь прямо на вершине горы все это было видите здание идемте нам еще ехать так пирс смог пробраться на склад и место которое оказалось заброшенным скрывала несколько тайн тут явно кто то недавно жил кроме того обнаружилась частично обгоревшая картина во время осмотра пирса перевал констебель брэдли и детектив убедил его присоединиться к расследованию констебель хочет отвести сыщиков особняк хокинсов с с с с с с с с Такой шрам у него, знатный такой шрам. Так, за нами кто-то наблюдает? Менчил какой-то что-то? Ну что ж, мы пришли в особняк. О, знатный особняк. Нагнетающий, страшный такой. Он, наверное, большой. Мы будем по особняку? Это место после пожара заброшено. Здесь живет только старый винчестер. Так, я думала, особняк полностью сгорел во время пожара. Почему сторож еще здесь? Мне стоит беспокоиться о чем-то еще. Не будем терять времени. Ну, по очереди. Он явно не занимается садоводством. Знаете, Сайлос Винчестер работал в семье Кукинцев, сколько я себя помню. Чарльз был ему словно сыном. В день пожара он потерял всю семью. Ему некуда идти. И, как видите, в какой-то смысле он сейчас все присматривает за ними. Вы хотите спросить меня о чем-то еще, или лучше подняться наверх? Я, конечно, хочу все спросить. Предпочитаю быть готовым к неприятностям. Мне, кроме стрека Сайлоса, пара дней досок опасаться здесь нечего. Ну, я уже даже не знаю. Он может нам помешать? Строго говоря, он не опасен. Но после трагедии немного тронулся. Он не бывает. Хотя он очень крепкий мужчина лесового возраста. Совершенно предсказуемый человек. Красные стреки меня не пугают. Что ж, если не хотите послушать моего совета, тогда пойдем. Так. Поиск профессионалов. Блин, а я же... Не прокачалась. Я не верю, что пожар единственная причина, по которым дом в таком состоянии. Его фундамент разложили, наверное, в день прибытия на остров. Это никак не связано с долгами Чарльза. А вы уже кое-что разнюхали, как я подлежу. Ну, раз уж вы все равно об этом знаете, Хоккинсы не могли позволить себе содержать такой дом. И, конечно, не ясно, куда же они дели все свои деньги. Лично я готов поспорить, что Чарльз спустил их. Давайте поднимемся, если у вас больше нет вопросов. Я хочу спросить. А вы вели дело Хоккинса? Только не думать, что я пытался это скрыть. Просто эта находка пошатнула мою уверенность. Поэтому вы хотите не знать, кто же вынес картину из особняка. Если мы что-то не заметили или допустили ошибку, полиция должна это исправить. Что-то еще? А, я хочу спросить. Блин. Не будем терять времени. Тем не здесь быстро. Я не хочу прибыть на место в кромешной тьме. Так, я пойду с вами к главному образу, чтобы бедить Стейлоса. Отказаться, согласиться. Ну, пойдемте с ним. Вы можете помочь. Пойдемте. Так, я хочу... Так, дело. Так, улики. Во. А я могу у него спросить? Блин, мне надо прокачать, чтобы спросить. Любите. Давайте, а я могу с ним еще раз? Поговорить, стой. Могу с тобой поговорить? Стой, да я поговорю. Слушайте, а там что? Он пошел налево. Блин, ну я хочу сходить сюда. Тут место большое. А можно быстрее бегать? О! Я просто свалила такая от него, конечно. О, кстати, смотрите. Маятник. Забавно. Я, конечно, сжигалка какая-то хожу здесь. Ага, без толку. Он уже свалил, да? Тут ничего нет, это плохо. Здесь закрыт. Пало недавно, как будто сама жизнь покидает это место. Топорик. О! Крепкий, но острый. Это как улика засчитается или нет, интересно? Откуда он свалил? Здесь не хватает, знаете, этих воронов, которые в ужастиках всегда такие, типа, разлетаются. Статуя. А вон он стать ждет. Что тут написано? О, расследование. Брэдли был прав, это куда-то куда-то старше, чем я. Но архитектура выглядит не такой. Типа это место очень древнее, правильно? Чем мы предполагали. Так, он пошел туда. А мы давайте-ка тут чутка побегаем. Туда я не могу пройти. Весье наверх сходить. Да, я приду. Может, я что-то найду? А, типа, я могу сама зайти? Могу пойти за ним? Игра сохранена, блин, подождите. Это тут вообще влияет разница, как я пойду? Все-таки интересно. Ну, давай. О, это кладбище. Ну-ка. Хокинс, да? Чарльз Хокинс, кто мог это сделать? Разломали? Я сгорела. Винчестер все еще забытится о семье Хокинс. Должен признать, картина довольно... О, кстати, фонарь? Фонарь, фонарь? Ну, он простит. Так. Мы не одни. Ответ раскрыт. Почему их похоронили здесь? Насколько я понял, таково было желание Чарльза Хокинса. Правда, идея, полагаю. Уэсбер был этим недоволен. Отец миссис Хокинс, говорит, он полностью... Говорят, он полностью опустошен. Сторож все еще здесь, судя по уликам, да? Да, это удивительно. Давайте держать ухо вастро. Фонарь, можно? Вот этот сеть. Не могу взять. А тут цветы. И могу представить, что это сделал Сайлос. Не говоря уже о том, что он позволил... Но я же стерва Бейкера вышла. Уже Межели, это несчастная семья. Фонарь, фонарь. Бедный малыш. Ребенок. Да, малыш. Фонарь, фонарь. Цветы на могиле Сары Хокинс свежим. Ну, тот приходил. Подождите, я же вроде... Может, еще отец приходил? Он уже знает, что они, наверное, тут похоронены, да? Так, в общем, все. Ну и типа все, пошли в дом. Так что получается. У меня потушилась зажигалка. Потушилась, потушилась. Такое всегда старинное. Явно очень старенький. То что-нибудь, может быть, даже не знаю. Листья. Мне показалось, что... Этим входом... Блин, я что-то наверх не поднялась. Я на это не рассчитываю. Вау, здрасте. А чё сразу топором? Не правда. Ложите топором. Знаете, что мы сделали с таким... Как вы с такими пешками в кишки бросаем. Какой ты милый человек. Это вы, мистер Винчестер? Отпустите топоры, давайте поговорим спокойно. Я покажу, как мы делаем с чужиками. Ну, подожди. О-о-о! Я работаю... Настильно. Прислав мне расследовать смерть дочери. Я понимаю, что он чувствует. Но я хочу, чтобы мертвые упокоились миром, а значит, я должен гонять еще и коры себя. Да смейся. Почему ты не хочешь, чтобы я выяснил, что же тут произошло? Мне нечего скрывать. Говори, что ты здесь делаешь. И без глупостей. Я уже сказала, в полицейском счете говоришь про семейную ссору. Но у Стивена есть причина полагать, что это не так. Вебстер упрямь, как старый мул. А ведь я говорила ему, что нужно стать мертвым в покое. Он хочет восстановить доброе имя дочери. Я должен увидеть, откуда начался пожар. В доме опасных. Ты там как пить дашь, сломаешь себе шею. Хватит использовать. Забарикодировал ход. Да. А это дверь? Она закрытая, и она станет закрытой. Хочешь от меня избавиться? Ну-ка. Особенно никто не живет, и ты все равно о нем больше не заботишься. Если у тебя есть причина здесь находиться, я хочу ее узнать. Там вредители, я за ними слежу. Кто он? Да, точно, вредители. Ну что мы будем делать? Я войду внутрь, обещаю вредителей из дома, и я прогоню. Договорились? Вряд ли. Если биться, бояться больше нечем, можешь отдать мне так пор или что-то. Старик, ага, переключи, делай что хочешь. Ну, давай, ты мне уже не доел. Слушайте, а здесь несколько концовок, да? Потому что мне дают выбор. То есть ее это могло... То есть я себя забрала топор, я могла с ним подраться там. Взаимоотношения худшились, да? И как-то это повлияло бы на игру. Я правильно понимаю? Блин, мне нравится. Пока что мне интересно, мне нравится. Ничего не могу плохого пока сказать. Мне кажется, я с другой стороны, да была? А, подождите! Стоп! Что за домик? Куда я пришла? Подождите, дайте я все смотрю. Тут домик. Топор. Это, наверное, его место жительства, да? О! Что-то нашли. Бурбон. Алкоголь. Ну ладно, нам не столь важно. О, можно отодвинуться. Чей это домик? Опять как будто пар. Можно попасть в дом? Нет? Нет? Я не пыталась дверь, кстати, открыть. Сейчас попробуем дверь открыть. О! О, стул! Наверное, проведет большую часть времени изоляция от мира. Конечно, закрыта, что и требовалось только здесь. Довольствуется малым. Остановка спартанская. Я знаю кое-что об одиночестве. Он тут один. Бедный мужик, да. Так, это домик. Видимо, этого сторожа, правильно? Судя по всему. А это куда? Эта дверь закрыта. Ну все, пошли в дом. Все, пошли. Подождите. Я просто сюда пошла. И не посмотрела, чего тут. Вдруг тут что-то есть. О, знала. А, придется найти другой вход. В забаррикадированном. Хорошо. Во, ворона, гляньте. Я же говорил, ворон не хватает. Понятно. О! Может быть, посмотрим сынняк? Конечно, пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай. Войти. Я с тобой. Пирсик Констембль осмотрелся до окружающей сзабняк Хоккинса. Семья похоронена в саду, который охраняет Винчестер. Старый сторож, все еще верный своим прежним нанимателям и вооруженный топором. Присматривая за могилами пирсик, Брэдли смогли успокоить его и, наконец-то, завладели ключом от особняка. Они вошли в здание, чтобы смотреть место, откуда начался пожар. О! Я знаю место. О! Свет! Клево! А мне фонарь-то дадут? Сверят с дневником. О, три очка. Так, смотрите. Даже не знаю, что качать. А я разве не вкачала поиск? А или я не подтвердила? Странно. Так. Блин. Окультизм. Психология. 40, 40, 45. Давайте так. А что делать? Подтвердить. Да, я, видимо, не подтвердила. Нифига. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я с тобой. Что? Последняя вечеринка Хоакинса. О, тухлое мясо. Ну-ка. Так, чё тут есть? Ага. С той стороны, что ли? В обездоловке, да? А, медитруя. Интересно, чьё оно? Ну, свинка или... Кто там? Чья там моська была? Честно, я даже не знаю, на что это похоже. Чё-то ничего найти не могу. Найдите место, где случился пожар. Вот тут вот. О, это место главы семьи Хоакинс. Чарес Хоакинс. Окей. Очевидно, это образилось сразу, вот это же. Нет, это поражается. Эмм. И что? Тут чё-то ничего не активируется. Илюстра. О. Мальчик, видимо, сидел здесь. Уронил свою тарелку, и она разбилась, да? Короче, над попом. Во. А то есть это поочерёдно над что ли? Сэра Хоакинс не ел. Интересно, это из-за мяса или чё-то ещё? Что-то случилось за этим столом, Сора? Возможно. Снова спите на ходу? Работаю. Это пообеденная тарелка много расскажет нам о семейной жизни. У нас так много времени, пожар начался в соседней комнате. Или не так много? Можно фонарик? Чё я как дурочка зажигалка хожу? Ну, правда. Так. Кружка тёмная достаточно стала. Большой особняк. Интересно, я смогу ходить, да? Изучать всё, да? О, гляньте. Позирует, словно, первооткрыватель перед экзотическими руинами. А, это же эти пирамиды. Ширко известно, что он промотал своё состояние на дорогие путешествия. Что же он искал? Какие-нибудь артефакты. Только ощущение, что там кто-то пробежал. Очень странно, конечно. О, фотография. Ну, в смысле, картина. Изображение лично с Сарой. Странный портрет. Ну, ладно. А это? Эм... От пожара, да? Так, что-то упущенное полицейскими. Так. Давайте искать. Так, и что тут, что тут, что тут? Опять поползать надо. Паутина. Так, что-то нашла? И чё? Так, вот что-то есть, вижу. Туфелька с Сарой. Потирал туфельку? Как? Вообще, нифига не видно. А вот она лежала, да? Угу. Вот что-то на полу. Масляная ма... Эта лампа... Разбилась, да? Не знаю, почему. Так, здесь уголки тёмные. Нифига не видно. Ну, он чё-то ещё лежит, кстати, да? Бутылка. Много пил. Но мы уже поняли, что он алкоголиком был. Ещё в баре. Оставил след. А где следы остальных трупов? Угу. Так, они дрались, что ли? По какой причине это произошло, интересно? А где остальные следы? Ну, не, ну, конечно... А всё, да? Галочка. Ну-ка. Ну-ка. Кто-то смог спастись от пожара? А выйти я не могу, да? Мм. А во. Чисто, да? Они остановились во время пожара. Разбитые часы. Это ещё чем? Картина из доков. Почему она не сгорела? О, это мужик, короче, похоже, который мы видели в начале, нет? Когда игру только начали, у него такие лишние из рук были. О, тут была драка. Здесь кто-то упал. Здесь кто-то упал. И мальчик. И мальчик. Так, вы идите, что вы об этом думаете. Так. Официально заявляет, что полиция запорвала это расследование. Велики не соответствуют вашим домыслам. Это не несчастный случай. Кто-то сбежал, да? Кто-то выжил. А как это будет звучать? Звен запорвала. Это не несчастный случай. Что пожар случился не в результате несчастного случая. А почему тогда? Субраки подрались. Подрались. Вы уверены? Опа. Осмотрите особняк. Так. Мы получили... Мне будет серьезные неприятности. Ну, я попробую. А, все, меня назад не пускает. Ух ты. Так. Ребята, давайте мы на этом закончим нашу серию. В следующей серии будем осматривать особняк. Смотрите. Картина. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте... Открыто? Закрыто? А, дверь закрыта. А, может мне лампу все-таки подкинь кто-нибудь? Только я буду с шигалкой ходить здесь. О, гром и молния пугает. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok